МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, что советы хороши и действенны только когда о них просят. Рыбалка именно тот случай. Рекомендации бывалых могут существенно улучшить рыболовное мастерство, повлиять на количество пойманных рыб и даже найти выход из отчаянных ситуаций. Здравствуйте, меня зовут Двитрий Лебедев. Сегодня я приехал на рыбалку на озеро Вселук по самому практически последнему льду. Собираюсь половить мирную белую рыбу. Хочу прикормить ее с вечера, подготовить лунки, чтобы утром начать рыбалку. Но начну я все это с промера глубины. Нужно найти плес с довольно-таки ровной глубиной, чтобы не было резких бровок. Лещ этого не любит. Сегодня советы будет давать Дмитрий Лебедев. 50 лет. Рыболовный стаж. 45 лет. География рыбалки. Вся Россия. От Белого моря до Каспия. Любимый способ ловли – спиннинг. Самый большой трофей – судак на 10 килограмм 600 грамм. Прикормку используют все разные. Я самые обычные сухари или любую в магазине покупаю. Это не самое главное. Главное впереди. А вот и секретный компонент. Все используют воду, чтобы разбавить прикормку. Я использую бычью кровь. Она очень активизирует клев. Выливаю бычью кровь прямо в прикормку. Немного крови оставляю. На ее основе я завтра сделаю насадку. Если крови недостаточное количество, то добавляю немного воды, чтобы прикормку сделать пластичной такой, погуще. Кровь, в принципе, замена мотыля. Могу сразу сказать. Конечно, мотыль кормовой – это хорошо. Но когда на водоеме присутствует очень много ерша, то мотыль бывает немного вреден. Все, прикормка готова. Начинаю кормить. На этом водоеме нет струи. Поэтому можно кормушку высыпать над одном. В метре. Это увеличит площадь прикормки. Для прикормки на крови потребуется обычная прикормка или сухари, бычья кровь, кормушка. Хочу сказать вам, что последний лед – это прекрасное время проведения на льду, конечно. Рыбалка шикарная. Но это очень опасно. Посмотрите, какой жар. Советую, если вы вышли на последний лед, ходите по белому льду, по остаткам белого льда, где вода, где снег лежит, там лед еще более-менее дышит. Пока белый лед, он держит. Снег не дает и вода ему растаять. А черный нагревается от солнца. И в течение дня может растаять. Может растаять даже под вами, когда вы сидите. Испытал на своей шкуре. Несколько раз проваливался. Очень опасно. Если будет черный лед везде, советую не выходить на него. Озеро Селук, на котором мы будем рыбачить, находится в Тверской области. Длина водоема 14 километров. Ширина до 4. Площадь зеркала 37 гектар. Средняя глубина 7,5 метров. Максимальная глубина 16 метров. Через Селук проходит верхнее течение реки Волги. Само озеро представляет собой плес с отмелями вдоль пологих берегов. Ловить буду на пучок мотыля. Для этого использую такое приспособление. Мотыль живой и не вытекает, когда насаживаешь. Сейчас покажу, как насаживают мотыля этим приспособлением. Берем кембрик, который продается вместе с устройством. Желательно, чтобы мотыль был сухой. С влаженным мотылем немножко проблемы возникают. Набрал мотыля, зажал и начинаю сдвигать кембрик. Если под рукой у вас не оказалось такого устройства, то вы можете сделать его сами. Взять корпус шариковой ручки, срезать его под углом в 45 градусов в виде лопатки. Надеть с другой стороны кембрики на него. Положить мотыля на срез и стягивая кембрик, вы зажмете мотыля. Будет то же самое. Вот получился такой пучочек. Мотыль живой, не вытекает. Озеро Вселук ледникового происхождения, проточное, с замечательным кислородным режимом и отличной кормовой базой. Здесь обитает около 30 видов рыб. Из хищных это прежде всего судак, щука и окунь. Из белой – лещ, красноперка, плотва и уклейка. Временами на крючок попадаются ряпушка и подкаменщик. Ну вот, как я и думал. Король водоема не даст ловить. Придется прибегать к хитростям. Менять мотыля на мою секретную насадку. На нее ерш не берет. Для замены фиксатора наживки потребуется корпус шариковой ручки, срезанной под углом 45 градусов, кембрики, мотыль. Я использую болтушку, но не как все замешиваю ее на воде, а на той же бычьей крови. Это гораздо эффективнее. Для размешивания можно использовать шестикатудочки. Заранее в манку я еще подсыпаю корм для рыб аквариумных. Он имеет специфический запах, тоже является раздражителем для активного клева. Батушку делаю не очень жидкую, потому что при опускании на глубину 7-8 метров, есть возможность, что она у вас по дороге спадет с крючка. Можно ее насаживать с помощью палочки, но я насаживаю просто руками. Смачиваешь чуть-чуть пальцы, чтобы она не прилипала. Начипываешь кусочек и на крючок. Ну вот, насадка готова. Против ершей будем бороться с ними. А для белой рыбы эта насадка на вселуге очень хорошо себя зарекомендовала. Лещ — основная рыба вселуга. В мае-июне он собирается в довольно большие стада и держится на мелях, где теплее и больше растительности. После нереста крупный лещ уходит на ямы с глубиной в 10 метров и больше. В заливах и прибрежной части остается лишь молоть. Вот, похоже, уже не ерш. Нормальная рыба. Сейчас посмотрим, что там. Похоже на подлечка. Или густера. Вот. Вот и рыба, вот и манка. Болтушка гораздо лучше. На вселуге работает. И без проблем. Ерш не мучает. А то, что ее замесил на крови, на бычьей, дало свой результат. Рыба гораздо активнее ее берет. Ну вот он. Красавчик. Второй недолго себя заставил ждать. Значит, рыба подошла. И ее там, видимо, немало. Если подошел под лещик такого размера, скорее всего, и ершат, он тоже разгонит сейчас. Лещ питается и растительной, и животной пищей. Лучше всего на вселуге работает червь. Но в здешних местах его добыть очень трудно. Поэтому надо запастись им заранее. Прочую белую рыбу можно ловить и на растительные насадки. Кашу, тесто, пареные зерна. Гостера маленькая уже стала попадаться. Болтушка себя оправдала. И прикормка с бычьей кровью. Леща, правда, не поймал. Но ничего, зато много мелочи. Для кровяной болтушки потребуется манка, бычья кровь. Хочу поделиться своим еще секретом, который очень помогает на рыбалке. Особенно, когда вы оставитесь один, а ловите крупного леща и вообще крупную рыбу. У меня еще с собой вот такая снасть. Ловить я на нее не буду. Но она очень пригодится, если вы один на водоеме и поймали крупного леща, который не прорезает в лунку. А лед большой. Багром вы его возьмете. Но что потом будете делать, как рассверлить? Для этого используем вот этот крюк. Если лед до полуметра и вы можете достать рукой до рыбы, то подсаживайте ее на этот крюк. Натягивайте жестко. Чтобы она уже никуда не делась. Натягивайте. На ручку обматывайте. Сильно натяг ее держите, чтобы она не убежала. И кладете эту удочку поперек лунки. Все. Рыба у вас зафиксирована. И можете рассверливать рядом лунки. Прорубь хоть огромный. И вытащите любую рыбу, любого размера. Она будет зафиксирована жестко. С этой снасти она уже никуда не сойдет. Обязательно носите с собой. Очень удобно. Я использую одну и ту же удочку. И для кормушки, и для крюка, и для глобомера. Нет смысла набирать кучу снастей. Чем меньше вы с собой несете, тем лучше. Для универсальной снасти потребуется зимняя удочка, шнур, крюк, кормушка, грузила. Вот такой он последний лед. И как выходить. И на этот случай всегда с собой носите либо АЗК, либо такой костюм, чтобы вам выйти и не попасть в затруднительную ситуацию. Последний лед ошибок не прощает. Зайти можно нормально на лед, а вот выходить уже большие проблемы. Вот так преодолеваем препятствия. С вами был Дмитрий Лебедев. До новых встреч. И напоследок хотелось бы отметить, что совет это не руководство к действию, а стимул к размышлению. Профессор Илья Николаевич Шевелев Продолжение следует...